Знакомая каждому классическая музыка, теперь ее можно услышать вживую. Венгерский танец Брамса, фантазия Генделя. Публику ждет незабываемое путешествие в мир классической инструментальной и вокальной музыки. Настоящий праздник для меломанов. Вот уже почти год для зрителей готовит яркую и незабываемую программу. Музыканты не пропустили ни одной репетиции. За дирижерским пультом Илья Петренко, выпускник Государственной Ростовской консерватории имени Рахманинова, заслуженный артист Ингушетии, лауреат международных конкурсов. Его главная задача следить за тем, чтобы музыканты играли в одном темпе и ритме. Словом, создать из множества индивидуальностей единый механизм. У нас буквально не так давно, еще года нет, как создан камерный оркестр впервые в республике. Вот как раз на 30-летие республики у нас произошло такое событие. И вот мы сейчас имеем возможность насладиться классической музыкой в исполнении камерного оркестра. Репетиции проходят сейчас очень интенсивно, потому что у нас впереди очень важное, знаковое такое событие. За высоким искусством больше не нужно ехать в другие регионы или ждать гастролей. 17 сентября в 15.00 в Театре юного зрителя состоится первый концерт Ингушского камерного оркестра. Эта возможность появилась благодаря главе Ингушетии Махмуду Али Калематову. Он создан по его инициативе. И мы представим публике очень разнообразную, интересную программу, чтобы познакомить с классической музыкой, чтобы познакомить с камерным оркестром слушателей. И надеюсь, что это привлечет на наши, на все будущие концерты публику. Кроме того, камерный оркестр обещает порадовать ингушскую публику также и оперными партиями. Мы готовы ко всему и ко всему новому тоже. Сейчас вот пою оперу Ариус Серпина из оперы «Служанка госпожа». Тоже очень интересно. Это старинная музыка, барочная. И пучини. У нас разнообразная, разнохарактерная. Поэтому и хочется еще более новое тоже будем разучивать и петь. Я думаю, все будет у нас хорошо. Сейчас музыканты репетируют в стесненных условиях. Им нужен зал побольше и с хорошей акустикой делится в Госфилармонии. В камерном оркестре только 22 человека. Но это лишь начало, говорят здесь. Рафаэль Аганисян – виолончелист. Приехал из Армении. Мужчина вырос в семье музыкантов. Опыт работы в оркестре есть, поэтому влиться в коллектив было легко. Юмор есть, общение есть. В каком-то плане даже дружба есть. Я считаю, что да, я полноценная часть этого коллектива. Мне очень комфортно тут. Минкульт Ингушетии также приобрел 10 произведений, сочиненных ведущими композиторами страны. Все композиции написаны с элементами национальных мотивов. Какие именно будут включены в программу, музыканты пока не говорят. Но обещают небольшой сюрприз в конце выступления. Хава Гайзикова, Асхабила, Киев, Новости 24.